Прием, который рассорил команду Трампа. Как видят будущую встречу с Путиным президентом Америки и почему спорят его ближайшие советники? Дмитрий Анопченко знает детали. Из Белого дома постоянные утечки в прессу. Все, что не предназначается для посторонних ушей, все равно узнают журналисты. Вот и в этот раз агентство Associated Press разведало у сотрудников президентской администрации в овальном кабинете постоянные споры. И повод только один. Будущая встреча с Путиным. Дональд Трамп настаивает, встреча должна пройтись с соблюдением всех дипломатических формальностей. Иными словами, это должны быть полноценные двусторонние переговоры. Но часть его команды совсем другого мнения. Мол, в связи с расследованием в Конгрессе о связях с Россией, стоило бы не злить ни сенаторов, ни прессу, сохранять дистанцию. Эти призывы звучат и от топ-чиновников Совета национальной безопасности, и из Госдепартамента, в том числе от самого Тилерсона. Их предложение – первые переговоры провести, но в ходе быстрой неформальной встречи на полях саммита Большой двадцатки. Появился даже вариант назначить так называемые переговоры по стратегической стабильности. Встречу больших делегаций, формат которой в принципе не предполагает участие президентов. Дональд Трамп сейчас выстроил работу в Белом доме так, что если речь заходит о внешней политике, команда может спорить, команда может предлагать. Но затем, даже в мелочах, окончательное решение принимает лично президент. Это же касается и будущей встречи с Путиным. Как ее проводить и проводить ли решение за Дональдом Трампом. А для того, чтобы его принять, остается чуть больше недели. Ведь встреча Большой двадцатки в Гамбурге пройдет уже 7-8 июля. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Субтитры создавал DimaTorzok